Всем привет, с вами как всегда я Никита Воробьёв и вы на канале Ворони Кинг. Сегодня мы продолжаем играть за миротворческие Соединённые Штаты Америки, но перед тем как начать этот видосик, я хочу вам рассказать о моих друзьях. Сообщество Petsu Civilization 2 от стратегикона, и кстати мы играем в ихний мод аддон плюс, так что заходите в это сообщество, найдёте там много всего полезного. Мой дорогой друг, тяжело извиняюсь, половина записанного материала пропала, все мы ведь знаем что от второй нестабилен, и когда от второй крашнулся, крашнулась и запись полностью, я её найти так и не смог. Но нам это не помешает, так как в остальном видеоматериале тоже получилось что-то интересное. Пока Канада воевала с Россией и высаживалась в Санкт-Петербург, мы зря времени теряли и напали на агрессивную Россию. Россия была слаба, так как долго воевала со Скандинавией, и нам практически никто не препятствовал на пути к Санкт-Петербургу. А мы всё продвигаемся и продвигаемся, враги не пытаются нас останавливать, мы скоро уже и возьмём Москву. Но наша цель не захватить Россию, а остановить её от экспанческой деятельности. Поэтому мы изолируем её от стран Скандинавии и морским, и сухопутным путём. Поначалу я хотел создать государство Новгородское, но потом решил отдать все земли Финляндии. Но русские на то и русские, они начали сразу бунтовать против правительства Финляндии. Неужели между Финляндии и Россией появится новый Анкап? Довольно-ки маловероятно, но всё же. А тем временем Италия объявила войну Испании. После чего Эстония опять объявила нам войну. О боже мой, как марионетка может объявить мне войну? Интересный игровой опыт, буду теперь знать. Быстро усмирив её, я поставил опять марионеточное правительство. А в океане разгорелся новый конфликт. Корея объявила войну Японии. В Корее была такая нестабильность, что там даже бунтовали рабочие. Поэтому мы должны принести демократию в эту страну. И вот уже 85 тысяч боровых солдат высадились на южное побережье Южной Кореи. После высадок Японии, корейская армия сильно ослабла, поэтому сопротивления были незначительными. Взамен воинственного правительства мы посадили мирное. И больше нам переживать за Кению не надо. Ну, пока что. И вот теперь схолеснулись два гиганта. Дания и Украина. Кто же победит в этой безжалостной войне? Фронт действительно меняется очень динамично. То Украина побеждает, то Дания. Но сейчас видно, что Дания берёт инициативу. А тем временем Италия объявляет независимость. Да как же так? Надо наказывать. Это одна из первых стран, куда мы принесли мир. Неужели она отвергает такой подарок? Мы должны напомнить, что им стоила война. Ну, а мы продолжаем далее. Мы уже начинаем готовиться к высадку. И Италия уже ждёт нас. Сейчас кто шарит в АОЦ и наиграл много часов, поймёт. Если ты сильнее, чем твой соперник, и при войне вы не понесли ни одной потери, то есть вы вообще не воюете. И каждый ход отправляет тебе мирные переговоры, которые тебе приходится рассматривать. И один раз на автомате я случайно принял этот мир. Поэтому с освобождением Франции придётся подождать. А пока в Китае происходит коронавирус, мы решаем нападать на Польшу. Так как она опять напала на Скандинавию. Я её объединил, дал мне зависимость. А она так сотворила. Кстати, это единственная страна, которая даровал независимость. И знаю почему, просто и сожаление обо Второй мировой войне. Но сейчас все АОСеры просмеются. Угадайте, какие потери со стороны Польши? Ноль. Ноль солдат. Вообще Польшу не обороняли. Похоже, Польша уже воевала в минус в Скандинавии, и мы неожиданно для неё влетели. Года меняются, эпохи проходят, а Польша сдаётся даром. Я до последнего ждал. Может хотя бы алкаш с палкой нападёт, но нет. А вместо неё появился вассал, демократическая Польша. Что? Польша? Синдикализм? 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 Неловко вышло. А вот Финляндия отбилась от Польши, значит мы не зря гуляли по польской стране. Но Швеция, к сожалению, пала. За неё мы ещё отомстим Польше. А Даня уже почти добила Украину. Тем временем правительство Украины сбежало в Грузию. Даня слишком разрастается и уже побеждает Украину, поэтому нам нужно остановить этого агрессора. Пока мы не находились на национальных провинциях Дании, нам не оказывалось сопротивление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...Вегию, а также на острова Дании. В Германии нам же тоже не оказывалось никакого сопротивления. Объяснить можно это очень даже легко. Дания воюет с Украиной. Поэтому первая перенесла все свои войска на фронт с Украиной. Но в Дании была такая обстановка, что там даже уже начинались восстания. Но так как Дания уже замирилась с Украиной, пришли войска Дании в 36 тысяч человек. Поэтому мы сразу же заключили мир. На германских землях мы освободили небольшую часть Германии, а в Норвегии почти всю Норвегию. За исключением некоторых северных регионов, так как мы туда не успели добраться. В Южной же Америке Перу набирает огромные обороты и практически заняло все западное побережье. Но вот беда. Польша объявляет о своей независимости, на что мы конечно же уже не соглашаемся, так как во второй раз это уже наглость. Поэтому я объявляю ей войну. Но поняв, что в Европе у меня нет пока ни одного бойца, я решил замириться. Ох, я даю Польшу уже второй шанс. Я больше так не могу. В следующий раз мы сделаем для тебя очень жесткое наказание. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, так как это меня мотивирует на создание новой части поэту в Севизейшн Варк. Заходите в мою группу во Вконтакте или в Дискорд и предлагайте свои сценарии страны. Всем до скорой встречи, пока.